Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Наверняка все вы знаете о заявлениях Аллы Борисовны Пугачёвой, которые понаделали много шума и по сей день эхом отзываются, что называется, в обществе. Вот Михалков, которого она задела довольно серьёзно, разместив кадры из кинофильма его «Раба любви», она написала «Прекрасный режиссёр», «Прекрасный человек», так сказать. И где он? Вроде того, что сейчас это уже не про него. И вот Михалков пишут, сравнил Пугачёву и «Рабу любви». Он говорит, госпожу Галкину, пользовали с её согласия. Ну, то есть он, собственно говоря, сравнил Пугачёву с, понимаете, с кем, да? Вот что пишут режиссёр Никита Михалков в своей программе «Бесогон» прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёв в свой адрес. Мэтр отметил, что не совсем понимает, почему Пугачёва использовала кадры из его фильма «Раба любви». Он посчитал, что такое сравнение весьма пошлое, ведь Пугачёву, в отличие от героини Ольги Вознесенской, никто не преследовал и не изгонял. Однако режиссёр всё же нашёл одно сходство между героиней своего фильма и супругой опального комика Максима Галкина, внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента Минюстом РФ. Вот что он говорит. Единственное, в чём может быть сходство между судьбами Ольги Вознесенской и госпожи Галкиной, в том, что Ольгу Вознесенскую использовали, её пользовались без её ведома, а госпожу Галкину пользовали с её согласия. Значит, ну, очень такое резкое высказывание, но я думаю, что сейчас не резких, когда пост опубликовался, я думаю, Пугачёва понимала, что будет. Сейчас уже говорят, что, может быть, писала не она, а кто-то за неё, кто хотел раскачать лодку, а может быть, и она, я не знаю. Но то, что Михалков, я считаю, как и все остальные, и, в общем-то говоря, даёт очень точные формулировки, это, я думаю, что так. Потому что в фильме действительно пользовали без её согласия, а здесь, вон, тебя пользовали с твоего согласия. Он имеет в виду, конечно, значит, ну, то, что она понимала прекрасно и знала, как её используют. Пугачёва человек с характером, но всё-таки вы знаете, что рядом Прохоров, рядом куча сил либерально настроенных, поэтому, как мне кажется, что здесь может быть след, связанный с этим постом, он, может быть, идти, и может идти и далеко не к мужу её, да, совсем в другую степь. Там сестра у Прохорова тоже. Ну, в общем, кто в курсе, тот в курсе. Друзья, что думаете на сей счёт, пишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересна, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к её для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И напоминаю, что в телеграм-канале Будда Гришна Новости выходят ролики на острые политические темы мои ролики, да. Кому хочется смотреть более важные новости, пожалуйста, подписывайтесь. И там же новости, в принципе, все последние. Видео, брифинги, публикации, мнения, анонсы, всё абсолютно. Там цензура поменьше, там можно сейчас говорить, по крайней мере, то, что раньше можно было говорить здесь. Здесь сейчас говорить практически невозможно. Поэтому переходите, подписывайтесь, телеграм-канал Будда Гришна Новости. Друзья, успехов, здоровья, всем пока, до встречи.